Всем привет! В начале 2000-х Infiniti показала класс и выпустила кроссовер на основе, то есть на платформе спортивных купе. Так появился FX, который всем своим видом и мощностью показывал, что он про спорт и экстравагантную роскошь. Многим до сих пор нравится его дизайн, а некоторые считают его похожим на башмак. Как обстоят дела у этого чуда с надежностью? Итак, встречаем Infiniti FX. Действительно, Infiniti FX сделан на заднеприводной платформе, которую делят с Nissan 350Z. Nissan Murano – ему не родственник. У него силовой агрегат установлен поперечно, хотя подвески очень похожи. Infiniti FX первого поколения выпускался с 2002 по 2008 год. Кстати, не все эти машины полноприводные. В США продавали заднеприводные версии и в частном порядке привозили к нам заднеприводные FX35. Давайте сейчас перейдем к рассмотрению слабых мест этого чудо-кроссовера, который, согласитесь, выбивается из всех SUV японского и немецкого производства. Стойкость коррозии неплохая, но годы, количество зим, количество реагентов и соли дают о себе знать. Первым страдает металл в задних арках. Поначалу очаг коррозии не видно, но затем подтеки ржавчины появляются сквозь стык заднего бампера и крыльев. Капот у этого автомобиля алюминиевый, крышка багажника пластиковая, поэтому у этих деталей иммунитет от классической рыжей коррозии. Если машина плохо отмывалась от зимней грязи, то тогда следует ждать спущения краски вдоль накладок колесных арок, также по молдингам и также в зоне риска нижние края всех стальных панелей. С годами эксплуатации фары начинают потеть. Вода после дождя попадает внутрь через рассохшийся герметик. Эта неприятность лечится расклеиванием фары и установкой стекла на новый герметик. У Infiniti FX появляется много проблем с замками, в результате чего дверь не открывается ни снаружи, ни изнутри, но это реже. Поэтому дергать за эти ручки бесполезно, потому что можно их отломать. Замки передних дверей могут зависать из-за усталости пружины в механизме переключения положения открыто-закрыто. Попадающая в механизмы вода приводит к коррозии исполнительных моторчиков. Еще и тросы к замкам от дверных ручек лопаются. В этом случае приходится снимать дверную обшивку двери изнутри. Это сделать сложно, но можно. Только так можно добраться до тросов и замка. Ну а если замок водительской двери начал жить своей жизнью, например, открывается за ночь, блокируется и разблокируется во время движения, то тогда надо поменять так называемый активатор замка. Каркас передних сидений у Infiniti FX слабоват, но не выдерживает он веса крупных водителей. Появляется поперечная раскачка, скрипы, а при поднятии сидения сервоприводом оно наклоняется на бок. В таком случае кресло нужно снять и осмотреть снизу. В его задней части вы обнаружите трещины на поперечной трубке. Не исключено, что в передней распорке все эти трещины и отломанные поперечины можно заварить. Еще со временем изнашиваются пластиковые шестеренки на червячных валах, отвечающих за продольное перемещение кресла. Обычно истирается одна из шестерен, после чего при изменении положения кресла оно не перемещается вдоль одной из сторон и перекашивается в горизонтальной плоскости. Ремонтные шестерни можно купить, а доступ к ним есть снизу, спереди сидения. Именно там установлены редукторы продольной регулировки. Со временем передняя панель Infiniti FX первого поколения начинает выглядеть жутко. На ней появляются пупырышки, похожие на волдыри. Это вспучивается ее виниловое покрытие. Так вот, чтобы решить эту проблему, можно поменять панель на новую. Это недолговечное решение. Либо же перетянуть панель, но перетягивать панель надо винилом лучшего качества, а не кожей и кожзамом. Потому что не факт, что штурмановская подушка безопасности прорвется через кожу или кожзам при ДТП. Вообще салон Infiniti FX быстро затирается и теряет внешне нарядный вид. Так вот, трескаются боковины сидений, они сделаны из кожзама. Царапается пластик вокруг рычага АКПП, а также царапается пластик возле подлокотника. Со временем в Infiniti FX начинает скрипеть вентилятор салона. Скрип возникает в изношенных втулках его вала. Новый, оригинальный вентилятор стоит 280 долларов. Есть заменители по 70-100 долларов. Также можно поискать вентилятор на разборках. Обязательно позвоните в «АвтоСтронг». Главное, чтобы ротор не люфтил. А также есть народный способ избавления от скрипа – это замена втулок на подшипники. Если вентилятор включается через раз, то тогда, скорее всего, надо будет заменить реле в блоке предохранителей слева в салоне. Также бывают случаи выиграния транзисторов в управляющей плате электромотора. Тогда в таком случае придется заменить вентилятор, потому что включаться он не будет. Распространенная на Infiniti FX проблема – это неправильная индикация уровня топлива. То есть датчик на приборной панели может обманывать в любую сторону. А связана эта проблема с загрязнением или износом дорожек потенциометра датчиков уровня топлива. У этой машины два датчика. Доступ к ним есть из-под заднего сидения. Слева установлен один датчик, справа – второй датчик с бензонасосом. Там же находится еще и топливный фильтр. В этом случае надо осмотреть и очистить дорожки потенциометров. Желательно сразу их проверить мультиметром. Сопротивление должно плавно изменяться. Новый датчик и бензонасос стоят 200-250 долларов, и это немало. Потому что есть только оригинал, а дешевых заменителей нет. Электроника Infiniti FX в целом надежная и не страдает систематическими проблемами. Но иногда ЭБУ двигателя и блок управления центрального цветного дисплея нуждаются в пропайках. В этом случае, естественно, двигатель будет не запускаться и не работает мультимедийная система. Также бывает, что в акустической системе Bose отсутствует звучание в левом канале. Эта проблема решается манипуляциями со шлейфом в головном устройстве. Пятиступенчатый автомат от придворной компании Jatco очень надежен. Но самые резкие и грубые водители умудряются его убить за 150 тысяч километров. На практике же поломка этой трансмиссии не только выражается в пинках и пробуксовках, но и в пропадании задней скорости. Ну, а если адекватно эксплуатировать этот кроссовер, то АКПП пройдет более 300 тысяч километров. Главное, менять масло каждые 60 тысяч километров и следить за состоянием шлангов от АКПП к радиатору охлаждения. Потому что бывали неприятные случаи, когда в контур охлаждения АТФ попадал антифриз. А все это происходит из-за трещины в комбинированном основном радиаторе. И еще. Чистка основного радиатора охлаждения влияет на здоровье автоматической трансмиссии. Это еще один аргумент в пользу того, что надо почистить весь бутерброд из теплообменников. На Infiniti FX первого поколения устанавливали только два мотора V6 и V8. В нашем случае V8 на 4,5 литра. Оба этих мотора очень выносливые, но немало владельцев этих автомобилей во второй половине 2000-х годов отправились на капремонт двигателей либо же меняли эти двигатели на контрактные. А связано это с разрушением нейтрализаторов. Плохое топливо приводит к оплавлению и разрушению нейтрализаторов. Пыль летит в цилиндры и, соответственно, приводит к задирам. Пропуски зажигания журмасла и прочие симптомы говорят о том, что мотору не хорошо. Но справедливости ради надо сказать, что уже на современных машинах, то есть в нашем современном мире в 2023 году, на практически всех этих машинах нейтрализаторы вырезаны и цилиндрам ничего не угрожает. А вот что действительно угрожает этим двигателям, так это перегрев, покрытый толстым слоем грязи и пыли, основной радиатор охлаждения, также вытекающая жидкость из треснувшего расширительного бачка, также вытекающая жидкость охлаждающая через треснувший радиатор, также неработающий основной радиатор охлаждения. Все это приводит к перегреву. Если перегрев небольшой, то тогда деформируются пластиковые клапанные крышки, появляется течь масла. Также перегрев ведет к залеганию поршневых колец и появляется жор масла. Но этого мы еще коснемся. Если перегрев сильный, то это приводит к деформации ГБЦ и нарушению герметичности между контурами смазки и охлаждениями. Эти жидкости попадают в цилиндры и появляется соответствующее дымление. Отдельно отметим, что у V-образной шестерки есть проблемы с охлаждением 5-го и 6-го цилиндра. Дело в том, что это самые дальние цилиндры от радиатора охлаждения, и перегрев зарождается именно там. Владельцам Infiniti FX и Nissan 350Z известна эта проблема. Ее можно решить. Надо организовать отвод разогретого антифриза из самой задней части блока из области 5-го и 6-го цилиндра. Для этого можно использовать как специально разработанные детали, так и Nissan компоненты. Грубо говоря, нужно добавить фланец и заменить заднюю трубку, а также соответствующие уплотнения и термостат. Всего около 10 деталей и мотор V6 на FX будет работать с меньшей тепловой нагрузкой. Чем больше пробег, тем выше масляный аппетит у обоих моторов. Если менять масло каждые десять тысяч километров, то приходится доливать 1-2 литра масла между заменами. Это норма для этих моторов. Практически уже не осталось двигателей на FX первого поколения, которые масло не едят совсем. В этом не надо винить задиры в цилиндрах. Сказывается общий износ мотора, потому что машина уже не молода. Если двигатель этого кроссовера потребляет масло, то постарайтесь постоянно следить за его уровнем. Потому что нередки случаи того, что двигатель выпивал все масло по недосмотру, и тогда проворачивались вкладыши. Двигатель V8 на рестайлинговых, то есть 2006 модельного года Infiniti FX, наделен бомбой замедленного действия. У мотора в верхней половине впускного коллектора есть четыре заслонки, каждая из которых закреплена парой винтиков. Естественно, они откручиваются и улетают в цилиндры. Первые поломки двигателей VK45DE по этой причине случились при пробегах в 90 тысяч километров. Эту проблему легче предотвратить, чем лечить. Нужно снять верхнюю часть впускного коллектора, выкрутить каждый винт и завинтить его на резьбовой герметик. На всё про всё уйдёт около трёх часов. Плюс не забудьте поменять прокладку впуска. Итак, резюмируем. Моторы VQ35DE и VK45DE надёжные, неприхотливые и способны пробежать полмиллиона километров с небольшим жором масла. Единственное, что их губит, это проявление в той или иной степени невнимательного и экономного обслуживания. Цепи, кстати, у этих двигателей ходят 200-250 тысяч километров. Также эти моторы могут глохнуть на ходу, а виновником тому будет датчик коленвала или датчик распредвала. Также в этих двигателях нет гидрокомпенсаторов. Вместо них тарированные толкатели. Но проверка и регулировка тепловых зазоров должна волновать тех владельцев, которые устанавливают на эти автомобили ГБО. И ещё многих владельцев удивляет лопнувший основной радиатор охлаждения. Эта деталь на Infiniti FX буквально серийно даёт течь. Но дело не в прочности самого радиатора. А дело в том, насколько много на него налипло грязи, песка, пыли и так далее. А также дело в крышке, которая установлена вот здесь вот на радиаторе, которая стравливает избыточное давление. В общем, если не стравливает, то радиатор лопается. Сюда же добавим и штуцеры радиатора. Они сильно корродируют под воздействием реагентов, начинают протекать, либо же вовсе отваливаются. Ну а сейчас те, кто не подписан на наш канал, обязательно подпишитесь. У нас кладезь технической информации и кучу обзоров на автомобили. Подпишитесь, нажмите колокольчик и, естественно, поставьте лайк этому видео. Ну а сейчас мы поедем на СТО, чтобы подробнее рассказать об этом автомобиле. Помните, что в «АвтоСтронг» есть не только очень качественные запчасти, новые запчасти тоже есть. А также есть у нас подразделение «Мотостронг». Мы сами привозим мотоциклы из Европы, подбираем байки с минимальными пробегами в отличном состоянии и продаем их с полным пакетом документов. Нужен мотоцикл – обязательно позвоните в «Мотостронг». Ссылочки и подробности в описании. Ну что, мы на СТО и продолжаем. Владельцы этих автомобилей должны знать, что в нише под аккумулятором из-за засорённых дренажных отверстий собирается вода. Когда её уровень поднимается, то она достигает проводки. И вода по жгутам проводов может дойти до блоков управления. После чего на панели приборов загорятся индикаторы ошибок. В памяти появится много ошибок по неисправностям. В этом случае придется не только чистить дренажи, они под подставкой для аккумулятора, но и сушить всю проводку вплоть до разъёмов в электронных блоках. В большинстве случаев после сушки блоки продолжают нормально работать. Тормозные механизмы у Infiniti слабые во всех смыслах. Правда, если автомобиль эксплуатирует очень спокойный водитель, то проблем с тормозами не будет. В чём же проблема? Это в том, что тормозные диски на Infiniti FX очень тонкие. Они без труда деформируются из-за собственного жара, а также из-за попадания воды на них из луж. Проточка тоже не спасает, потому что диски становятся тоньше и ещё нежнее. Оригинал, то есть замена на оригинал, тоже не особо поможет. Некоторые очень активные владельцы Infiniti FX меняют диски буквально при каждой замене масла. Что с этим делать? Лучшее решение – это установка тормозных суппортов от Infiniti FX второго поколения, которое пошло с 2008 года. Также есть вариант установки тормозных механизмов от Porsche Cayenne и каких-нибудь тюнинговых комплектов. Эта переделка решает проблему малоэффективности родных тормозов, потому что дорестайлинговые однопоршневые суппорта на Infiniti FX первого поколения и рестайлинговые двухпоршневые тормоза на Infiniti FX первого поколения одинаково малоэффективны. Если водитель ездил на Infiniti FX действительно спокойно, то раз в пару лет следует делать профилактику тормозных суппортов, направляющих корродирует, что приводит к неравномерному прилеганию колодок к дискам, а также заклиниванию суппорта. У Infiniti FX подключаемый полный привод. Электрогидравлическая муфта подключает переднюю ось по мере необходимости. В целом это надежная трансмиссия, но неадекватные отжиги могут прикончить и ее, и передние шрусы вплоть до обрыва шлицов. Ну а если вода из-под аккумулятора добралась до блока управления муфтой, то ждите соответствующих неприятностей с ошибками и отключения полного привода. При адекватной эксплуатации следите за сухостью редукторов и муфты. В этих узлах можно и нужно менять масло. Специальное масло 2 литра заправляется в муфту, а 3 литра трансмиссионного масла 75V90 идет на оба редуктора. Карданные валы и их крестовины служат достаточно долго. Но, опять же, все зависит от эксплуатации. Крестовины, если появился люфт, надо срочно менять, пока люфт не разбил проушины кардана. Новые крестовины, хорошие, стоят по $8. Взглянув на глушитель, можно снова вспомнить о коррозии. Стойкость коррозии у него средняя. Иногда коррозия его проедает насквозь. Иногда при разгоне или торможении можно услышать, что что-то звенит в задней банке, а это просто отвалилась ее внутренняя перегородка. Рулевая рейка на Infiniti FX считается слабой. В среднем ходит примерно 90 000 км. Считается, что ей можно облегчить жизнь. А именно, не надо оставлять машину в холодное время года с полностью вывернутыми колесами. Дело в том, что под пыльники попадает влага и грязь, что приводит к износу втулок рейки, а также к коррозии. В целом, если рейка не повреждена коррозией, то она ремонтопригодная. Ну а если при вращении руля появился шорох и закусывание, то тогда надо менять крестовину рулевого вала. Подвеска у этого кроссовера, как вы уже догадались, легковая. Самый злостный ее враг – это колеса огромного диаметра. Иногда владельцы устанавливают диски на проставки, расширяя колею. Самый дорогой расходник подвески – это ступичные подшипники. Ходят не более 80 тысяч километров. Передние стоят по 220 долларов, задние по 80 долларов. Стойки переднего стабилизатора. Ходят примерно 50 тысяч километров. Стоят недорого, в оригинале по 20 долларов. Вся остальная подвеска, можно сказать, долговечная. Выхаживает 150 тысяч километров до замены изношенных сайлентблоков переднего рычага. По оригиналу сайлентблоки передних рычагов не найти. Оригинальный рычаг стоит 260 долларов. Шарвы отдельно не предлагаются. Сзади у этого кроссовера впечатляющая многорычажка, но никакие оригинальные сайлентблоки отдельно сюда не продаются. Единственное, что сайлентблоки в ЦАФе подходят сюда от Мурана. Далее, вот эти вот маленькие нижние рычаги стоят по 60 долларов. Вот самый дорогой – это верхний рычаг. Стоит по оригиналу 500 долларов, но есть заменители, которые дешевле. Также есть неоригинальные сайлентблоки, но шаровая к этому рычагу отдельно не продается. При больших пробегах придется заменить еще и сайлентблоки заднего подрамника, включая вот этот вот гидравлический сайлентблок в месте крепления заднего редуктора. Но, к счастью, они все доступны по неоригиналу. Ну что, мы смогли вас напугать рассказом о слабых местах Infiniti FX первого поколения. На самом деле не все так плохо и печально. Если мотор не убит перегревом и машина не залюблена до состояния телеги, все должно быть отлично. Эти машины и до сих пор остаются в хорошем состоянии, требуют нормального обслуживания и тогда не разорят владельцев. Если вы хотите, чтобы мы и дальше делали вот такие классные обзоры, то обязательно подпишитесь на наш канал, нажмите колокольчик, поставьте лайк этому видео, напишите комментарий и поделитесь этим видео в соцсетях. Помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 тысяч километров к ресурсу вашего автомобиля. С вами всегда был, есть и будет компания «АвтоСтронг».